Чуваки, получился очень эпичный выпуск, насыщенный, вы здесь увидите кумира, увидите один из самых лучших дропов за всю историю FIFA 22, ну и при фаером попрошу от вас 7777 лайков, ну и по традиции, первые 100 комментариев я лайкаю. Чуваки, долго же я, конечно, отходил от прошлого выпуска, если вы не смотрели прошлую серию FIFA с кумирами, обязательно гляньте, вы такого еще не видели, я вам базарю. И вот прошло буквально несколько дней и выходит еще одна сборочка кумира, это получается уже будет пятая легенда на моем аккаунте, пока что вот эта вот великолепная четверка, которая, естественно, топом даже и не пахнет, очень сильно рассчитываю и надеюсь увидеть прям какой он топа, который усилит мой сквад, а то, как видите, играть становится тяжело, как обычно, по традиции, постараемся по статам угадать, чтобы сразу все настроения есть, чего не руинить, я надеюсь, что это будет топовая карточка, все, плашка закрывается, друзья. Просто давайте помолимся, что это была хорошая легенда. Боже, ну это прям какой-то дрыщ, я уже чувствую. Защита 47, дриблинг 88, такой себе передачи 90. Это чувак, который умеет давать передачи, но при этом с везухой не очень. Удар такой себе, скорость 84. Да ёб твою мать. Я не знаю, вот насколько сильно мне везет на своем первом аккаунте и настолько же хуёво мне везет на своем втором аккаунте. Это просто катастрофа. Я хуй знаю даже, что сказать. Ну, типа, вообще, стоит что-то говорить, друзья, или просто промолчать. Давайте минуту молчания просто сделаем, блядь. У меня просто нет никаких слов и эмоций. Блядь, это карточка, который в теории даже заигрывать нельзя. Ну, типа, да, в реальной жизни это был крутой чел. Отыграл за МЮ всю свою карьеру. А вот в FIFA, ну, это прям вообще пиздец. Трин на финтах, грена слабая, еще и левоногий. Я решил, что Игорян все-таки мы затестим, друзья. Так как идея уже данной рубрики совсем не в том, чтобы играть только карточками из пака. Все-таки мы уже кумиров, как видите, открываем. Поэтому я думаю, что Игорян дождался своего звездного часа. Ох, друзья, давненько же я в FIFA не играл. Дал лишь Кантана, Кардоба или Кадроба. Как, короче, это вот СЗшник, азов, где Наталья еще заметил. Короче, состав нормальный такой, разъебовый стал. Такое ощущение, что с каждым открытием кумира у меня состав все хуже и хуже становится. Сначала Линникер, потом Гикс. Гикс. Гикс, блядь. Я не знаю. Ну, ладно. Я просто решил ударить, потому что я не знал, какой финн сделать. Ну, ладно, хорошо. Раз в год и палка стреляет. Райан Гикс забивает свой первый гол. Это в моем составе. Ладно, давайте, друзья, не будем раньше времени руинить карту. В принципе, по этому галешнику можно понять, что-то таки он умеет. Так, пытаюсь я тут как-то надреблить, накрутить. Ага. 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 На Райана Гикс. Блядь, я воткнулся. Вот. Опа! Маньян. Блядь, этот маньян меня преследует еще с прошлого выпуска. Райан Гикс. Ну-ка. Блядь, перекладину пошатнул Райан. Слушайте, а по ударам-то у парня все окей? Типа не все так позорно. Так, ладно, друзья, надо бы еще один забить, чтобы увереннее себя чувствовать. Месси, забегай. Райан Гикс. Ох, отличный пас от Райана Гигза. Блядь. Ну, Месси пока там свою ножку разомнет. Так. Райан Гикс. Райан. Ну-ка. На нахуй Райан Гикс, блядь, уничтожает своей левой. Друзья, вот в начале видоса я такой расстроился, увидев эту карту. Потому что, ну, объективно говоря, кто будет играть за такую карточку FIFA. А тут, ну, нахуй, дубль уже сделал. По крайней мере, это уже круче того самого Линникера. А соперник-то у нас пока что сосет, скажем откровенно. Хотя составчик, когда его видели, там же пиздец разъеб, типы. У меня тут Райан Гикс соло уничтожает. Ну, не, ну, Кантана, который на ЦЗ отбирает у меня мещи, это прикольно. Ну, ладно, у него хотя бы физуха есть. То есть, когда условный Дембеле это делает, это вызывает чуть больше вопросов. Так, Леонид. Хорошенький пас на Овермарса. И Овермарс в дальний. Бля, ебаный маньян. И Месси на добивании. Хорош. 3-0. Соперник, мне кажется, тут без шансов. Райан Гикс практически вселяного разъебал. Ну, 8-9. У вас есть какие-то вопросы к этому парню? Ну, что, друзья, два пака по 50 тысяч нас ждут. Это три гола и победа. Смотрим. Первый пак. Уолкаут. Хороший уолкаут, прошу заметить. Бельгия, вратарь. Это Куртуа. Но он нам никуда не залетает. Ну, в принципе, я могу вместо Игоряна поставить. Но не хочу. Пока еще Игоряна хочу. То есть. Так, второй пак за 50 тысяч. Опа, хедлайнер. Ну-ка. Ебать. Да ну нахуй. Да ну нахуй, друзья. Это что? Это джекпот. Ебаный, блядь, джекпот. Фафана мне упал. Я не верю. Блядь, друзья, что происходит в последнее время? Вы просто вникаете? Мне куча легенд падает крутых на основе. Здесь такой завоз. В кэске мне там ножи, перчатки падают. Год просто начался. Невероятно. Фафана, друзья. Вы только вдумайтесь. Эта карта миллион стоит. По сути, как бы я могу ее нахер продать и просто сидеть собирать кумиры. Ну, типа, я же могу теперь карточки продавать. В этом плане можно задуматься. Она еще и продаваема. Что делать, друзья? Оставить или продать? Вот если бы он на основе упал бы, я бы, скорее всего, его оставил. А здесь, так как у нас идея данной рубрики в том, что собрать один из кумиров, надо теперь думать, потому что на аккаунте у меня 200 кусков. Если я продам эту карту, то рубрику я точно смогу завершить. Охренеть, просто охренеть. Вот это состав. Ну, чуваки, которые будут видеть мой сквад, они, наверное, будут просто вахили от того, почему у меня в одном составе играет Гикс, Линникер и Фафана за миллион монет. Ну, просто с ума сойти, чуваки. Ладно, погнали играть второй матч. Что тут сказать? Так, давайте посмотрим на второго соперника. Тут состав намного проще. Так, ну что, Фафана? Давай потестим тебя. Нихуя, ты побежал. Так. А, я сейчас в соло всех разъеду. Чекайте. Чекайте. Нормальная такая карта, Фафана, блядь. Это что, блядь, Марадона в моменте? Ну, слушайте, старт у Фафаны в моем клубе прекрасен. Сразу же с центрополя забивает. Опять же, карта крутая, несомненно. Я верю, что он тот еще тащер. Но, опять же, идея наших роликов в том, чтобы собрать один из кумиров в одном скваде. Так, ну, чел, давай, три часа, блядь, думал. Блядь. Ну, почему у меня Фердиан в последнюю секунду переключился? Ну, я не понимаю эту хуйню. Так, Райан Гиггс. Блядь, это что за ебанутый парень, блядь? Это Райан Гиггс, блядь. Райан Гиггс. Одна из самых дешевых карточек, блядь, кумира. Он там меньше 100 тысяч стоит. Что это за удары, блядь? Я не понимаю, что происходит, нахуй. Он бьет, как Роберто Карлос. Вот эта вот позиция, из которой я сейчас ударил, это прямо козырна для Роберто Карлоса. А может, это для любых левоногих чуваков козырна. Я что-то не знаю. Какой-то аномальный выпуск получается, друзья. Райан Гиггс, блядь, забивает у нас. Хэтрики делает. Покер. Йоакин Фиев, прошу заметить, хороший сейв. Рыжая карточка за 1 миллион упала на аккаунте, где мне никогда ничего не падало. Игорь. Хорош Игорь. Вот ради этого тебя и брал. Два хороших сейва уже сделал в этом тайме. Так. Итак, Райан Гиггс, блядь, это мой новый Голиадор. Чё он творит, блядь? Забивает, нахуй, всё и вся. Я не преувеличиваю, у него удары реально прикольные. И, в принципе, вот по ловкости и балансу он вертится неплохо. Конечно, звёзд также нет, но он ещё один гол тем временем забивает, пока я болтаю, блядь. Да, с рикошетом, но всё же. Ой, друзья, ну это прям какой-то шок-контент. Райан Гиггс, конечно, в этом выпуске меня удивляет. Так, первый пак, нихуя. Так, во втором паке есть щиточки, но тоже ничего особо интересного. Так, ну и в последнем паке также ничего интересного. Так, чё там дальше у нас? Ага, угу, стоечка вдаль первого Александрини. Но мне похую, у меня есть Райан Гиггс. Реально, у меня такая компания собралась, ну прям пиздец. Фафана играет, блядь, в одной команде вместе с Линникером и Райаном Гиггсом. Накрой, как Фафана. Ну-ка, бля, уебать! Так, Райан Гиггс. Хорош Райан Гиггс, как ушёл! Блядь, и какой удар! Райан. Блядь, да что ты будешь делать, Терштеггин, блядь? Ну всё, началось, блядь, нахуй. Сейчас всё будет тащить. Ну-ка, блядь. Ну-ка, да ты заебёшь, Терштеггин! Вот так вот. Блядь, тихо. Да, блядь, какой Месси, какой... Блядь, ну вы прикалываетесь? Месси и Алисандрини в защите. Блядь, вот реально, меня эта хуйня триггерит. Блядь, я не знаю, как у вас, но когда вот такое происходит из раза в раз, когда отнимают вот такие вот типы, блядь, по типу Месси и Алисандрини в мячку, сгорай чуть-чуть. Ладно, пытаемся с навесом. Ну. Ну, да бей в пустые, боже! Только так, только так. И то от штанги, от перекладины. Рио Фердивен прибежал забивать свой гол. Хорошо, 1-0. И в дальний. Блядь, какие удары у Райана Гиггза! Это что, шутка? Что у него по лонгшотам? Ну-ка, блядь. Да что это за кошак на воротах? Оп. Хорош, Фафана. На, блядь, да пизде! Как он летает по углам, бро, сумасшествие! Ну, соперник, видимо, не выдержал натиск моих лонгшотов и решил просто ливнуть. 9,9. Вот Эрштегина, кстати, оценка была, держу в курсе. Так, собственно, открываем два пака. В первом херня. И во втором держу в курсе тоже херня. Так, друзья. Собственно, сейчас я пойду крафтить себе пак 85+, где три игрока. А пока можно промежуточные итоги подвести, что это, наверное, одна из лучших серий за последнее время в плане удачи. То есть поймать Фафану и, блядь, заиграть Райана Гиггза, ну это прям пиздец. Дальние удары 77, серьезно. Ну, типа он бил, как будто все 90. Видели, из каких позиций он забивал. И сказать честно, ну, типа, я прям получил удовольствие от этой карточки. Без шуток, без хуни. Вы сами видели, как она играет. Дриблинг 88 вполне себя оправдывает. Кстати, я вот заметил, что с дриблингом у меня все окей. Конечно, финты и слабая нога просто забейте. Но что касаемо ударов, скорости дриблинга, это прям, ну, нормальная карта. То есть мне, как оказалось, приятно играть такими вот типами. По типу там того же Овермарса, Гиггса. Конечно, Леникер очень сильно выпадает из этой компашки. У него три голешника, три ассиста. Но по большей части он теперь играет на позиции цпшника. Давайте без машины, без закрывашек. Просто открываем и смотрим на этот пак. Так, это хедлайнер снова. Ну, это кто? Француз? Форвард? А кто там? Нехуй знает вообще. Это у нас Ля Борде. Ля Борде, Ля Борде нам выпадает. Который, кстати, может заиграть в моей команде. И еще Рафаэль Ляо! Блядь, это что за аккаунт подкрученный, друзья? Вы помните, как хуево сыпало на этом аккаунте? И тут на нахуй три хедлайнера поймал. Три хедлайнера. За один выпуск. Когда вы такое видали? Не, реально, это просто, наверное, лучший выпуск по дропу. Я не успеваю охуевать. Просто охуевание, охуевание, охуевание и охуевание. Для Борде можно в любом случае вот так вот запихнуть. Этого парня можно сюда запихнуть. Гигза убирать не хочу. Короче, пока я не знаю, как будет выглядеть вся моя вот эта вот компашка. Но что-то с этим придумать можно определенно точно. В общем-то, друзья, от вас я жду фидбэк в виде ваших лайков, классных комментариев. Я думаю, если не этот ролик, то какой уж заслужил. А с вами был я, Пандос Фэксающий. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао, какао.